Дорогие друзья, здравствуйте! Поговорим немножко, опять-таки, в рамках Священного Писания, конечно же, о таких явлениях, как чудеса, вера, верования, пророки, пророчества и прочие вещи, которые очень-очень распространены сейчас у верующих. Чудеса сопровождали земную жизнь Христа. Мы их видим в Изобилии и в Евангелии. Мы видим чудеса, явленные в течение всей жизни еврейского народа, хождение его перед Богом, образование его и так далее. Чудеса использовал Господь Бог всегда для какой-то цели. Если мы читаем Писание, мы это очень хорошо видим. Итак, что же мы читаем в Писании, друзья? Обратимся к книге «Дворим» в Тарзаконе, 18 глава. Бог нам перечисляет очень конкретно, что есть мерзость перед лицом его. Мы знаем, что Бог не изменен. И мерзость перед лицом его всегда остается мерзостью и никогда вдруг не становится благостью. И так он говорит нам, да не будет среди вас тех, кто проводит детей своих через огонь, и дочь, и сына. То есть не будет никаких языческих обрядов. Трудно сказать. Просто перепрыгивали через костер, как мы знаем, Ивана Купала у нас делает. Или детей в этот момент просто бросали в костер. Есть и те, и другие предположения. Эти жертвоприношения языческому богу Молоху Тора категорически запрещают. Далее. Кусем Аксабим. То есть Кусем это фокусник на иврите. Это тот, кто осуществляет какие-то предсказания. Извините за мой акцент. И это тот, кто предсказывает по каким-то предметам, созданным человеком самим. Тот, кто предсказывает, как купали монеты, как стрелы. Куда что повернулось, где что возникло из того, что сделал человек. И по этим признакам предсказывает что-то. Другое понимание слова «мэйонэн» от слова «период». То есть тот, кто знает периоды. Когда лучше вырвать зуб, когда лучше сажать редиску, редьку, когда лучше идти к парикмахеру и так далее. То есть внимательно слушаем, друзья. Мерзости перед Богом. То есть тот, кто знает подходящие, удобные времена для каких-то действий. Какое время надо выбрать. Когда дом удобнее покупать, квартиру продавать и так далее. Люди всегда стремятся сделать все максимально лучше для себя. Это правильно, естественно, удачнее. В какой период лучше вырвать зуб. В какой период поехать туда, поехать сюда. Да, и все, кто говорит о том, именно когда это лучше сделать. Вот эти клоуны, они называются предсказатели. Мерзость перед Богом. И же и Меркурий, и Луна, нисходящая, восходящая по звездам, по ладоням и так далее. Люди считали, что такие предсказания, которые предсказываются по каким-то факторам, влияют на лучший выбор. Далее идет Михашеф. Человек, который занимается магией, любой магией, волшебством, какими-то сверхъестественными, демонстрирует какие-то сверхъестественные возможности. Далее идет Ховер, Мерзость перед Богом. Ховер – это тот, кто составляет какие-то защитные заговоры, защитные разные речи, молитвы, образы. Это все Мерзость перед Богом. Такие разные заклинания, слова, фразы, которые клиент, так скажем, человек, который обращается к такому магу, предсказателю, вернее, так скажем, рекомендателю делать то или другое для получения нужного результата, является мерзостью перед Богом. Эти расшифровки конкретные, точные, главы дворим, второзакония, они иногда не совпадают. Но вот в данном случае то, что мы говорим, это базируется на темологии слова, на коренном понимании корня каждого слова. Потому что в еврите, в древнем еврите слова, они находятся как будто в ячейках, коренных ячейках. То есть каждый корень несет определенное действие, от которого слово далеко, простите меня, не уползает, не улетает. У нас в русском языке то же самое. Если мы используем приставку «пре», то это будет всегда «всверх». И все слова с приставкой «пре» будут обозначать что-то сверх, какое-то преодоление сверх чего-либо. Это те, кто обращаются к мертвецам, вызывают мертвецов и с ними общаются, что-то у них просят и так далее. Далее некое слово, которое обозначает от корня «знать», то есть разновидность каких-то экстрасентов, как мы скажем сейчас на нашем языке, то есть знания какие-то сверхъестественные, что-то такое другим сокрыто. Это те, которые претендуют на связь с посторонними существами, демоны, ангелы, души умерших, святых, кого угодно. Далее вот то, что мы сказали, еще конкретно более узкое понятие. Тот, кто обращается к мертвым, то есть медиум, еще более точно, если сказать. Надо сказать, что вот такая вот расшифровка понятия, она идет из чего? Как вот это слово, вот этого коренной группы, ячейки используются в Писании в других местах, в других народах и так далее. Тогда составляется более точно его эмпирическое понятие. И такой человек или общается с мертвыми, вселяет их в себя и так далее. Все это названо, друзья, мерзостью народом, мерзостью, которую свершают перед лицом Божьим. Еще раз далее повторяется Богом, вот это через Моисея, через Старозаконие, книгу нам, что все, кто так делает, то, что мы перечисляли, является мерзостью перед Богом. Почему? Потому что у человека есть Господь Бог, Творец Всевышний, сотворивший все и вся. И когда человек еще что-то ищет среди людей, среди знаков, предметов, сам что-то делает, животных и так далее, все это делает Бога вторичным, недопустимо. И Бог об этом говорит через все свои слова, все книги, все Писание. Не потерплю этого, не потерплю никаких иных действий, кроме обращения к Богу. И то, что скажет, укажет Бог, уже указал человечеству через свои книги, через пророков. Никого нельзя более слушать. И говорит на Писании, в частности, сейчас в Старозаконии мы с вами смотрим. Будь прост, будь наивен в этом плане. Если ты действительно веришь Богу, ты с Господом, то не беспокойся, не пытайся разузнать свое будущее, хотя люди все хотят знать, что будет, да. Не пытайся этого делать, потому что Бог с тобою и как, что сложится, Господь поможет, и Господь тебе устроит то наилучшим образом. Бог поддержит тебя в любой ситуации. И значит, что любая ситуация человеку по плечу, с которым рядом, Бог, который уповает на Бога. Когда действительно люди верующие часто, когда даже в наше время делают УЗИ беременной женщине, такие люди просят не говорить полуребенка, потому что что дал Господь, то наше. Также поступают с усыновлением, не ищут, не выбирают, а говорят, какого мне ребенка выведите, того я усыновлю. Потому что когда я рожаю, Бог выбирает мне ребенка, а не я сама, не я сам. Это и есть исполнение заповеди, будь прост перед Всевышним, не старайся лукавить и как-то заглянуть в прошлое. Потому что Бог дает того ребенка, какого он хочет, а не какого хотим мы. Поэтому никакие предсказания будущей человеку, верующего в Бога, не нужны и не интересны. Человек, верующий в Бога, живого Бога, живет своей жизнью, делает свое дело и пытается быть готовым к разным ситуациям, и какие могут быть в его жизни, уповая целиком на Бога. Это не значит, что мы не должны просить Бога, ведь Он нас сам научил отвести искушение от нас. Конечно, просим, но заглядывать в будущее – это мерзость перед Богом, пытаться заглядывать. Потому что всяких предсказателей слушали, всяких, кто общается с мертвыми, кто пытается кому-то сказать будущее, кем ты будешь, там еще что-нибудь, и что будет там с этим народом, что с этим народом. Это те народы, которые слушали этих предсказателей, а они мерзость перед Богом. И такой человек, который это делает, мерзость перед Богом. У вас же, у тебя же, говорит Бог, через Моисея мы читаем второзаконие, другой путь. Тебе Бог даст пророка, подобного мне, это Моисей говорит. То есть в чем подобного? Конечно, не так рожденный, так выглядит, тоже носит. А подобный в общении с Богом, подобный Бога явление на земле, подобие пророка в этом наше. Мы знаем, что Христос, Христос есть полнота, божество и вершина всякого пророчества. То есть подобного в чем? Подобного в ведении народа. Только в этом. Моисей ведет только что образованный еврейский народ именно для того, чтобы этот народ, ну не только, но и для того, чтобы донес благую вещь в свое время, и в нем родился Спаситель. Вот этот Спаситель как раз и будет тот, кто поведет не только еврейский народ, а все человечество к освотению и к Богу. Понимать, что Тора очень многослойна. Вообще Писание очень многослойно. В каждой фразе, в каждом контексте мы видим много-много-много слоев и времен. Здесь говорится и обо всех пророках, как и будут посылаться. Боше среди них главный. Но будет и тот пророк, тот единственный, где полнота Божия, Сын Человеческий, придет на эту землю и о нем говорится тоже. То есть что значит, как я еще расскажу? Как я раб Всевышнего? Как я буду во всем уверен? Как я, вот это вот начало земной жизни, это земная жизнь Христа, конечно, говорит. В этом плане, как я. Вот что для простого человека говорится. Это будет тот, кто будет верен Всевышнему, представлять Всевышнего собой. Если мы вспомним послание к евреям, то говорит нам автор, Бог говорил через пророков, а последнее время говорил через Сына, который есть квинтэссенция всех пророков. То есть что это значит? Значит, мы не обращаемся к всяким гадателям, всяким предсказателям, всяким научителям, пророкам, которые у нас и так далее, разорливцам и так далее, а мы обращаемся к тому, кто непосредственно связан с Богом. И это мы видим в Писании, потому что Бог сам выбирал себе пророков, сам выбирал себе святых. И именно об этом пророке, как мы говорим, вот сейчас читая Писание, о Мессии, о том, кто раскроет на земле всю полноту Божества, о Боге-человеке и говорит всё Писание ни о ком другом. В нём вся полнота светящегося солнца, и не кусочек его, и не начало его, а потом что-то ещё добавляется. Нет, абсолютная полнота. Поэтому и говорит нам второзаконие, «Кто прибавит что-либо или убавит, будет проклят». Это говорит же об этом же нам и откровение Иоанна. Нет ничего того, что было не сказано. Всё в полноте своей дано сказано. Здесь мы вспоминаем состояние около горы Синай, его второзаконие, когда народ стал просить, не хотим, и общаться с Богом напрямую, боимся, потому что Он нас попалит, мы умрём. Это действительно так. Кто видел Бога живого, тот умирает. В данном случае Господь сделал защиту, так скажем, нашим языком. Секьюрити на горе Синай, чтобы не умерли. Так же произошло и с Исаией. Помните, ангел поднёс уголь к его губам, чтобы он не умер. Также, помните, боялся Пётр выйти из моей лодки. Господи, я бы я человек грешный. Этот страх тут же мы видим, Господь поощряет. Хорошо это вы сказали, что вы боитесь, что вы не хотите отчасти из смирения. И таким образом, если вы не хотите общаться больше, боитесь с живым Богом, то я вам дам пророков, через которых буду говорить. Я буду этих пророков назначать. Часто мы видим, что пророки и не хотят этого, и боятся. Но Бог сам выбирает себе пророка, и через него говорит. А кто не будет слушать пророка, или будет слушать что-то, убавлять, отбавлять от Писания, переписывать что-то своё, читая это неполным, сказанным пророком, тот будет истреблён. Реально говорится, кто дерзнёт нагло, дерзновенно, дерзнёт дерзновенно, говорить от моего имени что-либо, то, что я не заповедовал, кто будет говорить от имени каких-то других богов, умрёт тот пророк. Вот таким вот образом строго. Но возникает резонный вопрос. А как мы узнаем, что эти слова не от Бога, а человек их выдумывает сам? Это касается не только народа, пророка, но каждый, кто начинает что-то говорить, якобы на него сошёл Святой Дух, или что-то ещё, начинает от себя говорить. Как мы узнаем, что эти слова не от Бога? Сколько сейчас уходит народу, людей, пастыря, священников, кого угодно, которые что-то говорят, и какие-то пророчества, какие-то утверждения, как отличить? Говорит нам второзаконие 18 глава, что если то, что он пророчествует, пророчествует, вот сейчас исполнится то-то, то-то, это не исполняется, то это, конечно, лжепророк, и не говорит через него Господь. Но здесь же очень важный момент надо помнить. Очень часто бывает, что что-то наговорит такой человек, а мы видим, что что-то подобное случилось. Вот это очень опасные ловушки, потому что такие совпадения, такие искушения, которые не случайны для нас, именно говорят о том, что мы на пути ложном. Почему? Потому что далее этот человек увлекает за собой, к себе, но не к Богу. И цель этого ложного пророчества именно привести к себе, к своей секте, к своей организации, к своим мыслям, мировоззрению, всегда это целью лже-пророка, лже-пастыря, лже-священника, лже-батюшки, кого угодно, лже-катехизатора, кого угодно. Если этот человек приводит к себе и начинается воспевание этого человека, следование к нему толпами, это перед нами, друзья, страшное событие. Пожалуйста, будем очень осторожны. Такие пророчества, такие пророки, такие гуры, как мы называем, наносят очень-очень большой вред и вере, и душевному состоянию, духовному, и обществу церкви. Такая тема связана у нас с чудесами, друзья, такое, можно сказать, вступление, и даже не вступление, целиковая часть. Здесь очень просто, можно сделать вывод. Во-первых, мы вспоминаем слова Христа сразу же. Лукавый род ищет знамение, но знамение не дастся вам, кроме знамения пророка Иона, то есть воскрешения Христа. Не дастся знамение. Никогда не были никакие пророческие действия, которые являлись как чудо. Помним Моисея, его посох, и много-много, вспомним Илью, Елисея, всех пророков. Они всегда с определенной целью, в определенных обстоятельствах, вот тех, семиминутных, моментных, когда эти пророчества, когда эти чудеса были важны. Пророчеством, что же называлось, друзья, не какие-то, а вот завтра у тебя там что-то случится, а вот этот человек будет музыкантом, и это совпало. Не это пророчество. Пророчество – это всегда участь народа или участь отдельного человека, если он не будет ходить путями Божьими, прописано нам в Писании, сказано через пророков. Вот если ты не будешь это делать, говорят пророки, ты погибнешь, ты будешь изгнан из народа своего. То есть отпадешь от Бога, будешь проклят. Пророк – это всегда предстоящий перед Богом за народ, а не какой-то балалайшник, который будет, я не говорю, не касаюсь, конечно, музыкального инструмента, как разговор, бла-бла, который просто начинает раздавать направо-налево какие-то свои видения, каких-то судей определенных людей без всякой цели. Если вдруг что-то совпадает, для нас уже великий пророк. Смысл обличения человека, чтобы он исполнял заповеди Бога, иначе с ним что-то случится, здесь вообще не звучит. Харисеи спрашивали Христа, дай нам знамение, знамение, что ты Мессия, и что ответил им Христос. Я есть хлеб, сошедший с небес, то есть что за знамение? Это понятие, понимание этого происходит от понимания и знания толкования Писания, Медрошей, хотя бы каких-то частей, потому что была традиция, что Мессия, который придет в конце времен, в этот его приход, так же, как и во времена Моисея, с неба сойдет манна небесная, и это будет Мессия. Потому когда Христос сказал, что он сын Божий, вот они и спрашивают фарисеи, ну хорошо, если ты сын Божий, почему где манна, которая нам прописана в Танахе, должна, в Талмуде, вернее, простите, должна сойти с неба? И тогда Христос отвечает, я есть хлеб, сошедший с небес, я сам, это чудо. Друзья, все, что вокруг нас, это великое чудо, мир, как он устроен, его взаимосвязь, наши отношения, наш организм, как там все действует, даже вот этот вот дурацкий проклятый вирус, который посетил всех нас, как все это устроено, удивительно, странно, страшно иногда, потому что мы не можем этого постичь. Все, все вокруг, это чудеса божественной милости, божественной силы, поэтому он, как говорит нам Писание, мир на иврите, это вот этот мир человеческий, вот весь, не человеческий, изобретенный человек, а данный Богом, домостроительный мир, данный Богом, вместе с космосом и так далее, он переводится как сокрытый, то есть Бог здесь растворён и сокрыт, и все наши пути земные здесь на земле даны человеку, чтобы он этого Бога открывал, чтобы открывал Бога, и как он идёт до самой своей смерти, так он его и открывает. А если он считает, что он уже открыл, то понимаете, что мы должны понимать, что мы никуда не идём, и мы не ищем Бога больше, значит, мы не его ученики, мы не можем быть его учениками и христианами. Потому, когда, видя, вот это вот всё чудо, оно начинает открываться перед нами каждый день, а нас оно не удивляет, мы всё воспринимаем как само собой разумеющееся, а когда где-то какая-то деревяшка, или написанный какой-то человеком же образ, что-то там из него потекло, у нас это чудо. А то, что вообще всё вот так дышит, дышит растение, отдавая нам кислород, забирая углекислый газ нашего дыхания, все животные зависимы друг от друга так, что они не могут жить друг без друга, и человек не может. Обязательно ему нужно живое существо, чтобы он выжить с рождения. Человек, ему нужны родители, чтобы он стал человеком, чтобы он развивался. Ничего не существует само по себе. Это такое великое чудо, друзья, если вы посмотрите животный мир. Если вы с человеком, все мы общаемся, как он удивительный, мы ещё раз скажем. Это чудо Божье. Более того, есть чудеса, агумены, которые индивидуальны для каждого человека, начинающего поиск Бога, встающего на этот путь. И Господь даёт этим людям, нам всем, те удивительные открытия, мы воспринимаем как чудеса, потому что вдруг начинаем видеть какие-то совпадения странные, сверхъестественные. И во всём событиях, в предметах, в людях, в разговорах и наша душа изумляется, всё кругом чудо. Это только-только мы начинаем самое примитивное замечать в мире, что всё чудно вокруг. Как говорит Давид, Господи, как чудно я устроен, как удивительный твой мир, я не устаю изумляться и улыбаться, и да божественная улыбка растворена в мире. И вот тогда человек начинает видеть какие-то удивительные чудеса, ответы на свои вопросы, какие-то сверхъестественные силы и вещи и изумляется. Но если мы продолжаем эти чудеса искать везде, они для нас просто начинают открываться, потому что мы нащупываем верный путь, поиск Бога в растворённых энергиях эманентных. И они тогда открываются, вот вдруг лампа зажигается, я сказал, Господи, дай мне какой-нибудь сигнал, вдруг у меня лампа зажглась и выключилась. Это всё, что угодно может быть, но это знак, потому что Господь использует все силы, естественные, сверхъестественные. Но это самые поверхностные, знаете, как бывает, вот поверхностные мы видим, а внутри пока нам недоступно. И мы эти чудеса, держась как за верёвку, спасительную нитку, спасительный канат, мы начинаем двигаться, подниматься вверх и вверх, и тогда нам открываются всё новые-новые горизонты, новое-новое небо, нету-нету потолка над нами. Но если мы останавливаемся вот на этих примитивных открытиях глаз наших, вот в эти чудеса Божьего устроительства, домостроительства, мироздания, которое всё является абсолютным чудом, если мы останавливаемся на этом, особенно когда мы концентрируемся на вещах, предметах и событиях, сделанных нами самими, и что-то тут явилось нам не так, то есть перевернулось вверх ногами, подмигнуло, потекло, то мы никогда не познаем того Бога, какого хотел бы Бог, чтобы мы познали через имманентные тварные энергии, так скажем, через мир, окружающий нас. Читаем главу первого послания к римлянам, что говорит Павел об язычниках. Они могли тоже прийти к Богу, у них была такая возможность, была у них мир, но они засуетились, упорствовали в умствании своих и стали поклоняться твари, то есть творению вместо Творца. Что является творением? Всё вокруг, люди тоже. Если мы поклоняемся людям вместо Творца и хотим видеть, чтобы они у нас были посредниками, то мы поклоняемся предметам, мы ищем чудеса, вот эти самые изначальные, самые плоские, которые могут быть характерны младенцу, который ещё и подгузники-то только-только начал одевать, народился на этот свет. Но если мы всегда остаёмся в таком состоянии, друзья, то мы никогда не сможем быть учениками Христа, как Он сам нам и сказал. Вы не можете быть моими учениками, если не возненавидите Отца и Майи. То есть вот то, с чем вы родились, вот то представление Бога, данный вам от семьи, от традиции, образ. Если вы не растёте в этом понимании, то вы никогда не будете моим учеником. И говорит апостол Павел, по злобе вы должны быть младенцами, на злобу, а по уму мы должны быть, должны вы быть совершенно летними. Так, чудо – это знамение, которое Господь говорит, Сын Божий Христос, что вы не получите его от меня. Вот я сам есть чудо, сошедшее с небес хлеб. Знамение Ионы, то есть я воскресну на третий день. Это будет знак, что я есть Сын Божий. Это знак, друзья, это знак того, что я Сын Божий, и что я вам принёс благую весть, что вы теперь можете воссоединиться с Богом, и не надо вам идти через рассечённое тело Кровавого Завета. Это и подтверждение, обновление Завета, нового в благодати, это и есть вот эти языки пламени, это обновление Завета, который Бог снова заключает с человеком. Здесь всё логично, если мы действительно читаем Писание в тех традициях, в каких они были написаны, а не в наших вот сегодняшних, через две тысячи с лишним лет, вкладывая наши эмпирические понятия, наши понятийные категории в те события, в те слова, которые были за две тысячи с лишним лет, за три, за пять тысяч лет, если мы читаем Ветхий Завет. Мы уже видим, как часто события удивительным образом совпадают. О чём ты только подумал, и это вдруг тебе является. Ты открываешь, и видишь ответ. В компьютере вдруг какая-то книга на глаза появляется. Тут приходит человек и начинает свою речь с этой фразы, о которой ты только что думал. Друзья мои, это нам открывается мир божественно устроенный. И ангелы радуются на небесах, когда мы нащупываем его. Не сами себе придумываем чудеса, а нащупываем те, что Бог растворил в мире, чтобы мы их искали. Друзья, очень важно в этом контексте сказать. Бог никогда, никогда не находится там, где указывает ему человек. Не бывает святых, если их не выбрал Бог и пророков. Мы видим в Писании, что пророков избирает Бог. Он говорит апостолам, я выбрал вас, а не вы меня. То же самое мы читаем во второзаконии. Я себе назначил пророков, я себе выбираю их, я их укажу, а не вы. Это очень важно. Я вам скажу, как служить Богу, а не вы. Если вам говорю, что служение Богу заканчивается вот в той форме, какой оно было, я забираю у вас храм, вы жертву больше не приносите. Христос, последняя жертва, Он перевосвященник, Он единственный предстоятель за народ Божий перед Богом, за весь народ, потому что все сотворено Богом. Те, кто не обращается за помощью к Спасителю, если не обращается насильно, никого спасать не будут. Но в том-то и милость Божия, что он каждого человека на земле ведет спасение своим путем, путем этого человека, а не бросает никого без помощи. Но если человек настолько глух, слеп и нем, что до самой своей смерти не видит этого, не слышит шепота Бога, не чувствует его руки, которая ведет его, толкает иногда, иногда мягко, иногда очень ласково, помогая и поддерживая каждую минуту, иногда очень жестко, настолько жестко, что невозможно понять, как люди это выносят, такие трагедии в жизни. И если человек так и не понимает, что это рука Божия, которая ведет человека к тому состоянию, в каком он может предстать заново перед Богом и быть в нем в вечности, мы не знаем, что там, но там что-то удивительное, и нам говорит об этом апостол Павел, говорит самое главное сам Христос, что такое там есть у Отца Моего. И говорит Павел, и на сердце не всходило, и на ум, что приготовил Бог любящих его. Понимаете, вот в всем этом контексте, который мы с вами слышали, о чародеях, предсказателях, всяких чудотворителях, всяких там высказываний общителей с Богом, якобы они прям напрямую, то к ним Мария приходит, то Христос, то ангелы, какие святые, кто угодно. Друзья мои, нам сказано, если вам говорят, там пришел Христос или там пришел Христос, не верьте, когда будет второе пришествие, Христа все увидят до единого человека мгновенно. Это будет как молния. Это не значит, что молнией придет. Это как видят огромную молнию все, кто находится в этом месте. Так земля вся сразу же увидит пришествие. И здесь не будет никаких сомнений ни у кого. Вот в чем разница в вере и веровании. Когда человек верует, знает, верит в Бога, Богу, он знает, что Бог во всем, растворен во всем, что нет его энергии. Конечно, не сам Бог, надо понимать, что Бог трансидентен, он непостижим, его энергии, нам это трудно понять, но энергии творения, вот его словом, Бог сказал слово и сотворилось. Но то слово, которое нам оставил, которым он сотворил мир, почему-то мы его мало читаем, а ведь там же прописано, что нам делать и как нам быть. И вот здесь же, как мы сейчас с вами повторили, и как говорится в апокалипсисе, кстати, книге Откровений Иоанна, что все чародеи, волхвы, всякие разные предсказатели и так далее, все будут в озере Огненном. И чудотворцы, кстати, там написано, и чудесные, и разные предметы, которые мы наделяем чудесами, друзья, это уже самая крайняя степень язычества, шаманство. То есть что такое шаманство? Это ритуальная часть язычества. Это когда я произвожу какое-то физическое действие и получаю духовный результат, то, что я заказываю. Мы всегда будем находиться в ритуалах, мы в материальном теле, нам это необходимо. Но когда ритуалы для нас, для получения каких-то духовных решений, проблемы, получения результатов на уровне духа, это шаманство. Бог везде, Он всегда с нами, мы должны обращаться напрямую к Нему, они через предметы, которые тоже созданы Богом. Бог не говорит нам обращаться к предметам, к людям. Он говорит, только ко мне обращайтесь. Я судья, Он говорит, я вас дам, я не потерплю никого, славы свои не отдам никому. Я единственный посредник, говорит Христос. То есть Павел говорит о Христе, единственный посредник, единственный предстоятель, единственный, единственный пересвященник. Это Иисус Христос. Вот, друзья, как это важно понимать. Чудес масса. они все везде растворены. Сам Бог великое чудо для нас, великое. Всё кругом чудесно. Когда вы смотрите на небо, неужели не удивляет бездна звёзд, которая над нами висит и не падает? Наша вся гравитация, которая, если даже там милли-милли-милли микрон, сдвинуть уже не будет её. Всё вот эти льды, которые лёгкие, вода, в ней плавают рыбы. Лёд, замерзает вода, делается лёгким, друзья. Пузырьки воздуха там застывают, он делается лёгким. Но ведь это очень важно, чтобы не задавить рыб, которые внутри так и ночуют, и зимуют, вернее. Посмотрите, как земля продумана. Если мы это увидим чудеса, разве мы будем искать, где там что-то потекло, нами нарисованное, друзья? Потому что нам так надо, чтобы она потекла там кровью в какой-то праздник, нами же установленный. Посмотрите, какой замкнутый цикл всё вокруг человека. Человек сам себе поставил центр, набрал себе сам служивый духов, и все у нас, как и лампал один у нас вообще Христос, и все духи у нас служебные. Служат для нашего положения здесь, на земле. Друзья, не стоит ли уже, не пришло ли время задуматься нам, что такое вообще чудеса, что Бог сам есть великое чудо. Человек, Его творение – великое чудо. Из-за человека, за каждое проявление доброты и милосердия человеческое, то, что мы видим в человеке, именно образ Божий, заложенный в нём, мы благодарим Бога. Это чудо, это великое чудо. Всё кругом. Еда, пища, вода, общения, отношения, улыбки, даже наши слёзы, эмоции. Бог отвечает нам всегда, Он рядом. Разве это не чудо, друзья? Потому когда мы ищем искусственных чудес, специальных чудес, именно ищем, именно ищем, то мы род лукавый и прелюбодейный. Поэтому ещё раз скажу, каждому человеку отдельно, на его пути, исследования к Богу, Господь даёт чудеса. Понятные часто только этому человеку. Потому когда мы, как с вами, что-то такое подобное случается, мы изумлены. Это явно, явное чудо. Рука Божия, она видна везде. Пытаемся кому-то рассказать, человеку далёкому от этой темы, так скажем, на нас смотрят, как на сумасшедших. Ну да, когда только человек начинает искать Бога, и он увидит это. Не потому что именно на осваиваться, Бог там творит, сидит эти чудеса, какие-то тарахти, бедохи мы делаем, кто-то делает. Не потому, а потому что у нас начинают открываться глаза в мир Бога. Не в тот, который мы себе придумали, видим своими иллюзорными глазами. Помните, у Адама, когда он попробовал плод запретный, открылись глаза, мы читаем. Кто читает Библию, вспомните, берешит бытие. Открылись куда глаза? В иллюзорные. В своё, в своё определение всего. Не божественные, а собственные. И тогда и Каин уже сам повёл себя таким образом, что Бог ему компаньон, а не создатель. И мы так и продолжаем делать. И даже сейчас мы, верующие в нашей церкви, мы Бога представляем как компаньона. Вот мы что-то делаем, он должен туда явиться. Друзья, но Дух дышит где хочет, исходит на того, кого Он хочет, а не где мы Ему указываем. И не где хотим мы. Понимаете, куда мы можем зайти с таким представлением, что мы соорудили собственный мир, и в нём мы варимся и возимся. А мир божественный, нам как бы само собой разумеется, нас мало интересует. И все его чудеса. Друзья мои, вот как интересна эта тема. И если мы с вами будем спросить Бога открывать нам Его мир, пытаться увидеть Его, эту радость, которую нам и Бог даёт радоваться миру, без Него и это не радует. Всё в унынии и серое. Вот это понимание чудес истинных, красоты мира, птиц, зверей, всего, человека самого. И даже тот ужас, который он может не спасть. Это смысл для того, чтобы умолять и просить Бога не смотреть на грехи наши, а посмотреть наши скорби, навести человека падшего, упавшего на путь истинный, помиловать от таких людей в нашей жизни, чтобы их не было, как можно меньше этих страшных каких-нибудь убийц. Вот, друзья, какие чудеса общения с Богом. Он нас слышит. Представляете, какое чудо. Каждого человека он слышит и любит. Но разве это не чудо, друзья? Всем радости, всем мира, всем видеть мир Божий именно с его божественного начала. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok